Приветствую Амигос, это вторая серия Just Cause, но это не значит, что будет полное прохождение этой игры. Это такой довесок к первому взгляду. Хотел просто сказать о том, что вообще происходит в плане миссии в этой игре, чем тут приходится заниматься. Просто многие пишут, что давай прохождение, что игра ржачная, что тут обалдеть, как все весело. Что могу сказать насчет заданий в этой игре? Если вы видели задания, в общем, как сюжетные, так и побочные в этой игре, они как китайцы. Знаете, если вы видели одного, вы видели всех, потому что все на одно лицо. То есть на каждую базу приходят, ну, как Безумный Макс, да, вроде как разработчик один и тот же, как я слышал. Вот в Безумный Максе, что, на что, что стоило вот сделать в Безумный Максе? Покататься 5 минут на машине, ну, может 10, если сильно нравится, захватить одну базу, убить одного босса, а все. Дальше можно не играть, все то же самое. Боссы одинаковые, базы тоже одинаковые, все одно и то же. Так и здесь, постоянно, единственное, что приходится делать, это рушить, рушить, взрывать, взрывать, еще раз взрывать, всякие разные объекты. Все электростанции похожи на одну, все газовые баллоны одинаковые, то есть, по сути, разнообразие отсутствует чуть более, чем полностью. Вот, и поэтому устраивать какие-то... Это лучшее, что я сделал за день. Да, это лучшее, это лучшее прыжок, что ты сделал вообще в своей жизни, я думаю. Вот, поэтому устраивать какое-то полное прохождение этой игры, ну, не знаю, по-моему, откровенно говоря, вообще не стоит. И все эти полеты и прыжки, они будут доставлять ровно до той поры, пока я не научусь их делать, а научусь, мне кажется, все-таки очень быстро, потому что ничего сверхсложного в этом нет. Блять. Ну, может быть, через недельку. Не, ну, все-таки полеты, полеты здесь угарные. Именно за счет того, что он бьется головой обо все подряд, это лучше, чем полеты в Бэтмене. Переброски Марио. А, вот, переброски. Возможно, сейчас будет миссия насчет того... Как заказывать технику? Что ты хотел мне показать? Здание перед твоим носом. Один из моих лучших гаражей. Я вижу только какую-то синюю постройку. А, я тебе покажу. Вот, направляйся по этим координатам. Так, в чем, собственно, суть замеса? Доберитесь до загадочного места. Загадочного места. Шевелись, Рико. Загадочное место, это сердце моей бывшей, блять. Вот там точно загадочное место. Ты всегда на пристанях. Добраться. На пристанях, на аэродромах. Но они все одинаковые. Каждый гараж принимает любую технику. Если хочешь, можешь притащить лодку на аэродром. Да ладно. Как, по-твоему, я притащу катер на аэродром? Как-то у этого... Понятия не имею, Рико. Тебе лучше знать. У этого видоперемещения как-то очень быстро бензоль заканчивается. Верно. Он вроде летит, летит, потом... Да заебал, ты слышишь? Ты можешь пригнать технику в любой из моих гаражей. Но город, как я понимаю, надо будет сначала... Отлично. Мешок с говном, господи. Ай, блять. Вот почему он не может зацепиться куда-нибудь за самый верх и за самую это... Они в такой игре, в принципе, единственное, походу, о чем подумали, это о том, куда он может цепляться теоретически, а куда он не может. Типа, вот сюда невозможно. Сюда было бы нереально. Все остальное, типа, в этой игре чистый реализм, да? Просто меня затрахало уже идти, блять, и смотреть, куда он может, а куда не может. Если же он летит на своих крыльях любви, как я, когда у моей подруги и родителей на дачу сваливали, тогда, блять, должен цепляться вообще за что угодно. Ты уже на месте? Этот еще тоже, блять, дрочит на месте или не на месте, я лучше на вертолете полечу. Да ты можешь как-то себя... Ну, давай. Все-таки вертолет надежнее, чем эти крючки, на них летать надоедает уже минут через 15, блин. Ввиду какой-то особой убогости сия процесса. Вертолет, он как-то попроще сел, он и полетел. Ну, причем, блять, чем дерьмовый вертолет, мышкой нет управления вообще никакого. Только камерой. Вертолет не наклоняется. В зависимости от управления. В смысле, то есть ты можешь камерой вертеть, а управляешь ты только кнопками. Я к такому вообще не привык, я не знаю, как тогда стрелять. Попутно постриг... Попутно постриг деревья, блять, и избрил виноград. Никто о нем грустить не будет. Любой из моих гаражей можно найти на карте. Вперед! Отлично. Задание... Задание пригнать мопед. Это как раз именно то, чем я и захотел заниматься в этой игре. Причем, пригнать его обратно туда, откуда я только что сюда приехал. Это добавляет веселья и угара Х2. Ровно. По комбо. Да ты заебанец! Ты будешь на нем ехать или нет, блять? Сука! Блядь, на изданном мопеде это, конечно, отдельная... Отдельная веха, блять, неслыханного удовольствия. Вон, посмотрите, он развивает 60 км в час, но... Визуально... Визуально... Но я на велосипеде визуально быстрее езжу. Это что за херня? Да ладно, как так-то? Это у него тюнинг такой? Или он вообще дурачок? Смотри, что он делает. Блять, я убил оленя автостопщика. Бэмби хотел эмигрировать, я ему не дал. Такой я мерзкий человек. Откройте комлинк. Ну я давай, ебать, я его открою. Выберите манею, блять. Она выбрана. Ну что еще? Еще манею выбрать. Давай я еще, блять, нажму. 500 раз, сука, ебаная. У меня... Итак, тут стоит, блять, навигация. Откройте комлинк. Вы засуньте себе его в очко, блять, свой комлинк. Разработчики, блять. Хуевые. Я не знаю вообще. У меня такое чувство, что теперь, как знаете, эти... Как там, издатели книг теперь экономят на вот этих бабушек, которые читают книгу перед тем, как отдать ее в печати, исправляют в ней ошибки. Потому что берешь, покупаешь книгу, начинаешь читать. На первых же пяти страницах находишь 25 ошибок, опечаток. Че хуй знает чего. Так теперь, собственно, разработчики игр экономят на тестерах на каких-то, на тестах. Потому что с таким количеством тупорылых багов теперь все выходит. Раньше такой херни не было. Но, серьезно, ну, блять, вот нахуя вот это говно сейчас горит на моем экране и меня бесит. Вот зачем мне оно нужно? Откройте комлинк. Вот теперь, блять, навигация куда-то пропала, когда я стал сюда подъезжать. Установить пункт маршрута. Давайте еще установим. Одного раза же недостаточно. Вот. Все, я приехал. Сюда едешь ты. Переехал. Сюда, блять, сука, ебучая, не доехал. ЛО. Приближение. Ну, давай. А ближе некуда. Гараж, блять. Где его гараж? 74 метра, смотрите. А, он внизу, что ли? Ну, давай поедем вниз посмотрим, я хрен его поймешь. А, гараж на причале. Я так помню. Тут помню, тут не помню, но... Навигатор этот, сделанный узбеками, он не хочет показывать дорогу на причал. Он хочет, блять, чтобы я стоял здесь до скончания своей жизни, видимо. По памяти. Можно ли найти причал по памяти, когда ты ездишь на каком-то куске дерьма? Наверное, можно. Если смотреть, блять, это вообще... Феноменально интересная миссия, я просто, я не знаю. Это лучшее, во что я, блять, играл в своей жизни. Лучший завон он. Вот этот, мне кажется, больше на гараж, похоже, нет? Мне кажется, завалю я сейчас это задание. Первое же задание в сегодняшнем видео уже такое говнище. Эта игра делает успехи, ну, серьезно, блять. Я такого тупого дерьма не видел уже, блять, я не знаю. Не, ну, в GTA-шке пошел нахуй со своим камлинком, блять. Пошел нахуй со своим ебанским, блять, заданием, я тебя в рот ебал. И просто иди нахуй со своей... Ну, смотрите, ну, выберите манею. Ну, выбрал манею. Я, блять, выбрал твою манею, нахуй. Я манею манал твою уже, блять, как я заебался выбирать. Отлично, выберите, добавить маршрут к гаражу. А, добавить маршрут к гаражу. Идеально, теперь можно закрыть. А, то есть мне надо было не выбирать, просто, блять, это... Да это, блять, феноменальный дерьмо. Залепи свою нахуй дула, блять, ублюдок, вонючий квест твой, говно. И сам ты, блять, уебок. То есть нельзя выбрать, вот как я привык это делать, допустим, в GTA хотя бы. Или там, ну, в мафии такое. Да, вот в GTA-шке реально открываешь карту, блять. Кликаешь на какую-нибудь иконку там гаража, еще какого-нибудь говна. Жмешь маршрут и едешь. Здесь они решили добавить неслыханного удобства и сделать кнопку выбрать маршрут к гаражу. Такого говнища я вообще никогда ни в одной игре не видел, поэтому, естественно... Тут даже внимательность ни при чем. Я просто не ожидал, что, блять, это отдельная какая-то... Отдельная какая-то... Давай, я тебя, блять, охуенно внимательно слушаю. Продолжай, блять, рассказывать мне свои интересные вещи, блять. Да безумие. Нахуй мне вас слушать здесь. Вот. Так что, да. Интерфейсу, конечно, блять, нижайший мой поклон, но это полное говно. То есть, выбираешь территорию... А, ну я понял, я понимаю логику разработки. Я даже вырезать это не буду. То есть, я понимаю логику. Ты кликаешь на территорию, на какую-то определенную, и там уже в подменю выбираешь, что тебе на этой территории нужно. Ближайший путь в гараж, ближайший путь в какое-нибудь говно, ближайший путь еще... То есть, это вот так здесь работает. Я привык как-то по старинке действовать по канонам, которые существуют где-то примерно с 2000 года в играх, когда ты просто выбираешь... Выбираешь как-то... Ну, как я уже сказал, да, значок на карте, и к нему ставишь маркер, и по маркеру едешь. Так это... Так делается обычно вот у нормального разработчика, у которого в мозгах, конечно, в голове вообще хоть... Есть хоть что-то. Что выкол, не выкол, блять. Ну, спайс выбрать. Все, назад давай. Ой, блять. Как-то у меня отношения с этой игрой вообще не заладились. Я был близок к провалу, просто ближе, чем Штирлиц, когда его почикали на отпечатках. Транспорт разблокирован и появился в вашем складе. С какого-то черта сейчас на мини-картинке показали, что у этого транспорта есть какая-то турбина. Маячки. Что, что? Нашел? Нашел. И зачем они мне нужны? Кидай их, чтобы показать ребятам, куда доставить снаряжение. Просто выбери все нужное в приложении склад повстанцев. Понятно. Бля, я никак не могу выбрать звук, надо ли мне его слушать или не надо. Вот когда он по делу говорит, вроде надо. Когда он начинает, блядь, какую-то хуйню нести там свою вообще. Заценивать, типа, офигенный юмор этих разработчиков с их шутками, блядь. Ну, типа, если, знаете, произнести слово жопа там, где его произносить нельзя, это, блядь, кажется дико смешным кому-то. Перейти в склад повстанцев. А, можно пушку заказать, можно транспорт, ретро-машины. Блядь, только сначала все это надо привезти. Мне вот интересно, а кнопка назад тут, а, control, да. Вообще, у меня вертолет с пулеметом открыт. Юрга Апостолка. Ебус Игл. Нажмите Ебус. Я за Ебус. А, Ебус это. Два оружия. Блядь, как я нахрен просто обожаю эти обучения, это просто вообще. Теперь закажите Ебас Игл, блядь, Ебас. И два оружия. Ну, допустим, вот это первое оружие. Вот это второе. А Ебас ваш, он вообще, он где? Ургоступка. Мне было бы удобнее, наверное, что-либо заказывать, если бы вот это говно, блядь, оно не закрывало мне половину монитора. Вот Ебас Игл, это, вот что это Ебас Игл? А, это первый вертолет, то есть мне нельзя заказать второй вертолет, мне надо вот именно, блядь, донный заказать. Вот сказали бы, да, закажи один транспорт, два оружия, всё. Нет, именно Ебас. Мой особый привет игре Metal Gear. Это по тупизне попыталось сравняться с Metal Gear, в общем-то. В Metal Gear там на воздушных шариках людей надо отправлять и транспорт, а здесь небесные посылки там тоже были. Я думаю, что они там подглядели эту тему. Да, теперь у меня есть пулемёт. Ну что ж, теперь... Привет! Шелдон вызывает Рико. Теперь немножко даже повеселее. Так и знал, что ты уцелел. И что тебе надо? Ты подложил Теравеллу изрядную свинью. И теперь Косте Дель Порта может пострадать от его опалённой гордыни. Просто подумал, что вам с твоим другом стоит это учитывать. Спасибо, Шелдон. Марио, ты там? Звонок в стиле Бэтмена абсолютно бесполезный. Да, я всё слышал. Встретимся за городом. Нет, Марио, иди ты в жопу. Лимит посещения Марио на сегодня исчерпан. Я хочу заказать... Требуются маячки, конечно. Я потратил свой маячок, блядь, на заказ вертолёта, который мне нахуй не нужен. И других маячков здесь, конечно же, нет. Перфоморе, перфекто. Полетал на вертолёте с пулемётом. Спасибо, разработчик. Ты такой мудак. Просто хочу, чтобы ты знал. Это пиздец. Дали один-единственный маячок и заставили его потратить на вертолёт, вообще который не нужен. Он тут за городом стоит, блядь, в пяти метрах. Пожалуйста, подходи, бери. Как теперь открыть карту? На букву М карта не открывается. Здесь как пип-бой даже. И то на разные кнопки открывался. Но здесь это неслыханная роскошь. Итак, как же мне взять какой-нибудь квест, чтобы пойти что-нибудь разрушить? Для этого это что-то должно появиться на карте, но ничего подобного нет. Поэтому придётся лететь, встречаться с Марио. Устанить пункт маршрута, господи. Давай, давай, давай. Кстати, самолётов вроде как нету. Но я не знаю, как бы они его доставили. Только если самолёт с вертикальным взлётом. В принципе, вертолёт довольно быстро перемещается. Это всё же быстрее, чем летать на этом, на своём, как его, блядь, называют. На подмышках, короче, на этих. С крюком. Ужасная реакция. Надо было более интригующее название для квеста выбрать. Как насчёт ужасная эрекция. Удерживайте space, чтобы открыть парашют в вертолёте. Мне кажется, это настолько тупая мысль, что я даже не буду проверять. Но он, по идее, теоретически должен выйти, я так понимаю. Как и в машине, да? С разгона я тогда попытался открыть парашют. Но это происходило немножко дольше, чем я ожидал. Он начал выходить, вставать на крышу. Машина уже неслась к обрыву. Я не помню, попало ли это в видео. Я вчера так-то попытался ещё одно записать. Пошёл уничтожать электростанцию. Но это было настолько уныло в итоге, что пока там разберёшься, как взрывать эти газовые резервуары, скажем так. Потому что внезапно оказалось, что от выстрелов и гранат они почему-то не взрываются. Надо именно их заминировать. И таким образом подрывать. Но вот я вижу, что на вот этом острове есть какая-то антенна, есть какая-то вышка. А значит, её можно уничтожить. Уничтожение здесь происходит до ужаса одинаково. Что можно сломать тросом, то лучше ломать тросом. Что тросом сломать нельзя, в то приходится стрелять из ракетницы. И постоянно спауниться... Постоянно спауниться всякие говнюки. О, сколько ПВО. Полетим ниже радаров. Обманем всех. Произошёл взрыв боеукладки, но меня вынесло, слава богу, на поверхность. Убойность пулемёта невозможно переоценить, ёбаный ты. Кто стреляет? Откуда стреляет? Что происходит? Да, в этой игре половинная автоцель какая-то она. Она производит захват цели сама, но... Бля, перезарядка-то вообще полгода примерно длится. Там я вижу, что летает вертолёт. Мне нужно как-то к ЗРК прорваться, чтобы её захватить. Но здесь захват, в общем-то, поинтереснее, чем... Чем разрушение этой долбанной электростанции, которая вообще ни о чём. Погоня. Жалко, что стрелять из машины нельзя, как я понимаю. Удерживайте И, чтобы оглянуться. Ну, нахрена мне оглядываться? Ну, И что, И что, блядь, И? Я даже не был где-то И, ну, а вот, И очень удобно. Оглядываться теперь. Моя любимая функция. Ну, вот, всё. Теперь, как я понимаю, вертолёты у меня не страшны должны быть. На манер Бэтмена можно виснуть вверх ногами. Блядь. Очень жёстко чё-то они в этой локации прессуют. Видимо, все они в бронежилетах здесь. Видимо, я как-то, ну, очень уж рано сюда пришёл. Хедшоты тоже в каски попадают, так что ими ничего. Гранату, блядь, кинули. Один выстрел, один труп. Один выстрел, один труп. Чувак, ты веером от бедра строчишь. Какой один выстрел? Вот, попробуем уничтожить тут эту здоровую, шикарную антенну, наверное. Не знаю, как на неё для этого залезть, так понимаю. Интересно, я смогу. Тросиком вышку не уничтожить. Да, как удобно стрелять, просто жесть. Вот, обратите внимание, что сзади солдат уже не было, но они появились. И в итоге здесь перестрелка, она длится примерно целую вечность. Потому что солдаты спаунятся сзади, спереди, со всех сторон. Это говно полное. Они материализуются прямо из воздуха, поэтому это говно полное дважды. Дважды говно игрового мира. Единственное, что достойно более-менее внимания, это разрушение объектов с помощью крюка. Вот это действительно более-менее. Ещё хоть как-то прикольно, хоть на сколько-то. Стрелять из базуки, потому что, ну, не прикольно вообще никак. Сейчас не пойму, где-то я видел взрывные бочки, но теперь их почему-то не вижу. Вертолёты почему-то не летят, наверное, потому что мои ПВОшки чётко контролируют ситуацию, блин. Взрываем трансформатор, чтобы не возиться с этим крючком долбаным. А, вон пулемёт, который можно снять. Ладно, антенну, походу, придётся... Сколько раз у неё пришлось выстрелить. А, я вижу, что здесь есть вертолёт. Но я не знаю, боевой это вертолёт или обычный. Она падает или нет, я понять не могу. Зверкахи надо захватить. Не для того, чтобы они меня дефили, а для того, чтобы они по мне стрелять не начали, когда... Когда я вертолёт угоню. Здесь, кстати, ещё один трансформатор. А, обязательно, обязательно вот в этих миссиях на уничтожение уничтожать вообще всё, что есть. Заебись. Ну, какого хуя он взорвался, блядь? Если у меня генератор-то внизу стоит. Так, чё я там объясняю? Игре виднее, как чё работать должно. Не под силушку оторвать. Так, а пулемёт где был? Вот здесь где-то. Может, с пулемёта можно расстрелять говнище. Вот, блядь. Вот не было никого, не было херак. Игра решила внести ещё немножко разнообразия. Отсоединить. Очень медленно он, конечно, ходит с этим пулемётом. Нет, тут, наверное, нужен взрыв. И не один. Ага. А вот вражеские вертолёты. Нахер он сейчас достал свой сраный парашют. Обосанный, обосранный. Так, надо заминировать это говно. Двумя минами. Отлично. Чё он сейчас исполнил? Блядь, я поражаюсь. Это говно вообще можно уничтожить хоть как-нибудь? Вон, видите, газовые резервуары. Сколько я... Не, ну из крупного калибра они, может, и взрываются. У меня, когда я туда пришёл, был только... Какой-то пистолетик, там, автоматик. Я просто вообще ничего не мог там сделать. Ну, хотя бы мин бесконечное количество, как я понимаю здесь. Нет, это говно не разрушить. Её не разрушить с земли. Надо прилететь на вертолёте, как я понимаю. Вот если бы я угнал этот вертолёт... А, вон там боевой вертолёт стоит. То есть разрушение тут такое. Не совсем пол, блядь. Самый прикол, что опять начали стрелять откуда-то сзади. Отлично. Отличная попытка совершить нечто умное. Да, ёптвою... Блядь, это заебись вообще. В принципе, вертолёты здесь не летают. Здесь... Враги все наземные. Не-не-не, только не взрыв. Нахер надо. Дай тебе вертолёту гони. Не знаю, как долго мне на нём досуждено пролетать. Думаю, что не очень долго. Блядь, ЗРК ебучая. Камера, конечно, вообще неуправляемая, блядь, на этом вертолёте. Они дали два вертолёта, и вокруг этих двух вертолётов они понаставили 800 ЗРК. Это очень... Очень мудрый ход. Да, перестрелка огонь. Посмотрите, сколько... Сколько здесь можно стрелять, стрелять и стрелять, и ещё стрелять. А потом для разнообразия чё-нибудь взрывать. Пулемёт, в принципе, сбыст, только косой немножко, а так вообще идеально. Блядь, естественно, это говно ничего. Тросик, естественно, тоже ломает всё полгода. Может, потом какое-нибудь ещё усиление сделаю, чтобы быстрее он всё это делал. Красотища. Ну вот этот. Точно надо из базуки взрывать. Без военного вертолёта я не знаю, чем взрывать. Антенну теперь. Может, техника спаунится здесь так же прекрасно, как и люди. Но я, сука, чё-то сомневаюсь. Дерьмовая идея на, сука, трансформатор под напряжением прыгать на главного героя не смущает подобные мелочи. Вот вышки рушатся вообще идеально. За пару секунд. Собака, что ли, он так командует этой базой? Я не вижу никого командующего базой. Что удерживай-ка, что не удерживай, никого тут нет. Наверное, вот это командующий базой. Невероятно косой стрелок. С пулемёта. Что-то вертолёт не заспаунился. Нет. Вызвать свой я не могу, потому что маячков я тоже не нашёл до сих пор. Тросика длины мне до тут не хватит. Или я могу вызвать вертолёт. Нет. Вертушки не спаунятся. Значит, это полный отстой. И как с этого острова сваливать вообще? Блядь. Я думал, она пустая. О-о-о. О-о-о. Шедевраль эти. Наверное, на катере надо. Отсюда сделать съёбанцы. То есть, и вот постоянно квесты заключаются в том, чтобы уничтожать вот такие вот вещи. Вот, например, вот там маяк. Я думаю, что ужасная реакция квеста. Суть замеса у него такая же точно. Что-то где-то уничтожать. Из пулемёта стрелять нельзя во время управления катером. Я так понимаю, до того, что у вас будет с пулемётом, нужно выйти из-за штурвала. От погони на этом ведре не уйти, поэтому... О-о-о. Апач. Апач это или не Апач? У тебя всюду, по-моему, Апач. Блядь, у меня такое чувство, что я бесконечно буду. Вот вроде цифры уменьшаются, но остров ближе не становится почему-то. Да эти корабли могут, блядь, направиться в жопу, ёптую. О, нормалёк. Всё, подводная миссия. Я не вижу, сколько запас воздуха. Не дайте ему сбежать. Ну, учитывая, что уровень супергероя, которым играя, запас воздуха тут, наверное, близок к бесконечности. Правильно, зачем стрелять пулями, если можно бахнуть в человека ракетой? А это чё такое? Ох, нихера себе. Какой у них корабль. По этому кораблю главный герой ходит вообще шагом. Ну, сука, твари. Слушайте, так в GTA не было, когда пять звёзд соберёшь. Да. Не успел я сказать о том, что корабль заехал на сушу текстурами, как он, сука, взорвался. Наверное, сел на мель, разбился о рифы, сука. И снова вот оттуда, до туда добираться 2 километра, 2,6. То есть, на чём я должен туда добираться, если вертолёт взорвался? Надо найти новый вертолёт, маячка, потому что у меня, я так думаю, что нету. Да, я вообще не знаю, за что здесь дают маячок. Вот мне интересно, что мне надо сделать, чтобы я смог воспользоваться вот этой классной функцией, по, блядь, призыву. А, всё-таки можно, да? Надо сдохнуть и начать сначала. Тогда сможешь. Гранатомёт у меня вообще нету ни одного, хотя я бегал с гранатомётом, но заказать не могу. Всё, теперь у меня есть пулемётный вертолёт сейчас. Да, а хули толку с пулемётным вертолётом, если здесь повсюду ЗРК стоят? Это то есть ты сначала уничтожаешь все ЗРК, а потом получаешь шикарную возможность использовать в бою вертолёты с пулемётом. Насколько это удобно, вы можете, думаю, сами оценить. Уж казалось бы, в такой-то игре могли бы... Хотя потом, возможно, будут вертолёты и покрепче, но однако я даже Апачи валю базукой с одного выстрела. Что как бы намекает. Боевой вертолёт, кстати, летит, по-моему, медленно как-то, нет? Да нет, тоже 200 километров. Ну что, попробовать, что ли? Ну, мне кажется, что после моей смерти все ЗРК резнулись у них там. Что надо по новой теперь всё зачищать. Два мини-гана на борту, ну это серьёзное вооружение. Хоть вертолёты самые донные. Так, ну вот, я приблизился, сейчас посмотрим. Будут ли ЗРК какие-то вести огонь? Да, пожалуйста, первая же. И даже ЗРК, которая, казалось бы, была синяя, да? Она начала по мне шмалять тут же. Ну и вертолёты, в общем-то, тоже заспаунились. Но летать тут пиздец, какой геморрой. Вот именно из-за того, что мышка и управление практически отсутствуют. Принято. Отправляю подкрепление. Ещё тарелку-то можно эту взорвать, нет? Вот вроде бы она и взорвалась. Больше, больше с ней сделать, наверное, ничего нельзя. Главное из строя вывести. Всю её разбирать, блядь, смысла не было. Всё-таки я не понимаю. Синий ЗРК тоже в кого-то стреляет, но вроде не в меня. А в кого ещё? Кроме меня-то никого не было. Гранату, блядь, он бросает просто чемпионский, чемпионский мимо. О, как они, блядь, подпрыгивают. Как вот этот человек выжил, я не знаю. Он родился в бронежилете, наверное. Снова вышки, блядь, заспаунились. С одной стороны, это вроде правильно, что всё спаунится. Но с другой стороны... Блядь, не та кнопка, прощай вертолёт. Но с другой стороны... Кому интересно одну и ту же миссию два раза переигрывать? Я не знаю. Давай, мы еще полетаем, ёпта. Ну, все. Вроде бы это должно считаться зачищенным. Однако нет. Еще надо взорвать одну цистерну. Обязательно надо уничтожить все. Все. Пульт управления подстанцией. Тарелка спутниковой связи до сих пор не уничтожена. Еще трансформатор. То есть уничтожать все под ноль. Насколько это интересно. При игре на вертолете, у которого нет управления мышью. Или практически. Но с другой стороны, зато стрелять удобнее, в принципе. Я вроде нашел, куда он убивается. Видно, да, что как бы тарелки. Похер, она не собирается взрываться. Что тут, наверное, надо, бля, ядерные ракеты в нее, сука, выстрелить, да? Вот, дым пошел. Не, она должна из пулемета скиснуть. Хотя ее двумя минами пытался взорвать. И ничего. Нет, борода. Я не знаю, из чего нужно ее уничтожать. Видимо, из чего-то охеренно сильного. Вертолет из пищи трещит. Создает дымовую завесу. И, блядь, головную боль. Но продолжает вести меня, сука, к моей цели. Как там назад посмотреть, что-то? И нажать. Урга-постолка называется. Это как, сука, как в Икею, блядь, пришел. Такие названия тут вооруживаются. Урга-постолка. Или постолка, блядь. Я помню, картинка угарная была, типа, как придумают название для вещей в Иκεи. Там сидит такой инопланетянин жирный ему приносят. Как мы назовем эту лампу? И, бляда, блядь, бляда, блядь. Ожидайте прибытия вертолета. Да я сам на вертолете нахренешь прибытия. Жёсткая посадка Вы, блядь, этот главный герой никогда не приземляется на лапы Он постоянно с каким-то взрывом, сука Или сам носом в землю зароется Но Уверенно на ногах он стоять вообще не хочет Кстати, это был какой-то новый сейчас вертолётик Начать миссию Здесь, в отличие от GTA, то, что за тобой охотится С пятью звёздами вся армия этих островов Это не помеха для того, чтобы начать какой-нибудь квест Интересно, а когда мне вот этот джип дадут? Итак, смотрим задание Наверняка сейчас скажут, что надо что-нибудь уничтожить Завтрак Сталина Трижды генералиссимус Планеты Земля, судя по медалям Интересно, почему в заставках показывают То, свидетелем, чему главный герой быть ну никак не может Просто потому, что его там нет Поставлять Безнаказанной Ярно Трико Родригес вернулся Ёп твою мать Вернее, почему это показывает заставки, это понятно, да Но для того, чтобы её посмотреть, понадобилось куда-то лететь Он прилетел, сейчас стоит на вершине какой-то горы На вертолётной площадке А показывают ему не то, что он там увидел А совершенно какие-то другие вещи Немножко это, на мой взгляд, странно как-то Он настолько классно озвучен Что иногда открывает рот, как рыба, блядь, беззвучно Ммм, какая чудесная оливка, ёптась Теперь переходим к заданию Что-то всё горит, всё О, надо отбить атаку На танке А, нет, надо танк отбить Понятно Это, это, Центауру, блин Кто-то в комментах написал, что это за танк Ну да, внутри похож на Кентавра Из Armored Warfare Внимание, реклама, ёптась Интересно, почему гусеничных танков Ни в одной части нету Я вот что-то не припомню Вот всё время танк в этой игре Это какая-то БТРка Самое интересное, что когда я пролетал здесь на вертолёте Никакой войны не было Для того, чтобы война началась Надо зайти на чекпоинт и нажать кнопочку действия Запустив механизм насилия, видимо, тем самым, да? С танками можно разбираться Прямо не слезая с парашюта, блять Так, главный герой иногда начинает стрелять очень косо почему-то Так, приемли Почему этот танк, он что, бессмертен, что ли? Я в прошлый раз такой танк убил, сука, одним выстрелом О, гранат нету, блять, заебись А чё мне с ним делать-то, да? Гранат из каждого трупа выпадает? Нет, не с каждого А, те танки тоже не взорвались Отлично вообще Гранат, гранат нет, танки есть А, минировать можно, наверное Главный герой получил только что обойму из крупнокалиберного Сука, падла, говно Да тут, блять, у всех неприятности Нужна твоя помощь Или ты думаешь, те хуже всех Блять Знаете, в чем разница между Спайдерменом и вот этим главным героем? Спайдермен на крыше проще залезает Как мы видим, довольно сложно уронить на врагов эту цистерну Хотя, казалось бы, это просится, да? Зацепить её и сюда обрушить во двор Однако, нихуя подобного Чё такое? А, они убили Марио погиб Пиздец, зона ответственности какая Надо За Марио 10 Так, главное Я по ним из пулемёта стреляю То, что они не дохнут Это уже вообще не мои проблемы Я делаю всё, что могу Понаделали, блять, каких-то терминаторов От которых надо Марио защищать Феноменально Ну, давай ты Не присесть Не прилечь Нихуя Только стоишь Лоб в лоб Шмаляешь В противне Я понимаю, почему тут сложно с ним выбрать Или выбрать Наверное, можно выбрать Я просто не знаю, где это делать Да, ну, наверное, и к лучшему Ёп твою мать Да, и надо их с гранатомёта сбивать Это, конечно Лучший вариант Бейте лучше Марио Пошёл он в жопу Блять, эта автоцель Она просто мега косая Она вообще ни в кого не попадает По-моему Мне нужен гайд По меткой стрельбе При помощи автоцели Открыть ворота Наверное, вот так Как, сука, убирать тросики Я вообще не врубаюсь Моё дело ехать в кузове Чё происходит? Ёп твою мать Кто стреляет? О, какая луна кровавая Кровавая Вообще Верняк Этой ночью пролилось Много крови О, это было красиво Вообще ночью взрывы Красиво здесь смотрится Кто-нибудь вообще Фраги мои считает Сколько я народ Тут уже завалил На 23 пожизненных В аду, наверное Не, самолёты всё-таки есть Интересно, смогу ли я На них летать Здесь когда-нибудь Ну, последний выстрел Блядь Ну, пиздец Автоцель, конечно же, решила То, что не нужно Взбивать вертолёт С гранатомёта Машины Машины ездят просто Как неваляшки Но, смотри Как машина гонится За нами боком Это прикольно вообще Погони не будет О, интересно Я смогу к земле Пригвоздить вертолёт Тросиком Смотрите, смотрите, смотрите Ха-ха-ха Бля, трос вообще жжёт А нахуй стрелять Да тут везде А Не смог я, блядь, попасть С помощью автоцели Ответит, пиздор Ответит Да, оружием Вы займётесь Я вижу Вы, блядь На посадку, сука Ха-ха-ха Бля, охренеть Вообще Я так понимаю Фишка Этой части Именно в этом Блядь Тросики Пацаны Подожите Охуеть Я не понимаю С чего она взорвалась Я единственный Кто по ней стрелял Стрелять должен был Но я этого не делал И, естественно, блядь Главный герой Опять тупит У него вообще никак Не получается залезать На крышу Потому что он Обмудок Снова гейский вертолёт Камуфляжный Небесно-голубого цвета Вон там какая красивая Станция Светится Жду не дождусь Когда дадут её разрушить Да Миссия пройдена Ну и вот такой трэш Здесь творится От миссии к миссии В общем-то Я думаю, что А вот это Ни много Ни мало Я так понимаю Машина Едва ли Не первого Джеймса Бонда По-моему, это она Белая Только у него такая была В Скайфоле Он ещё На ней ездил Снова Мне кажется Это тачка 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 Отсылачка Сука Отсылачка К Джеймсу Бонду Вон там даже Приборов так же много Как у Джеймса Бонда Астон Мартин Да, какой-то По-моему Управление у машины Здесь, конечно Просто беда Ну и вышку машины Снести Походу Тоже невозможно Ладно В общем-то Можно закругляться Что-нибудь пишите Что-нибудь жмите Вообще Эту серию записывал Только для того Чтобы показать Что в принципе Полное прохождение Этой игры Смысла не имеет Что она смешная Только в первый час игры Мультиплеер Тут как таковой Как я понимаю Вообще наглухо отсутствует Здесь есть только Таблица Каких-то рекордов Непонятных Где ты можешь соревноваться С другими людьми Кто Дольше пролетел На машине Прошел Ну и все такое То есть Насколько это интересно Насколько здесь Нужна лицензия В этой игре Можете оценить То есть Здесь Каких-то совместных Пострелушек Там ПВП режима Ничего такого По-моему Здесь нету Я по крайней мере Не видел Так что Если хотите Поиграть В принципе Лучше подождать Пиратку Если у вас Конечно нету Особого желания Сражаться Сражаться С другими игроками Посредством Установления Новых рекордов В различных Говеных дисциплинах А я думаю Что это вряд ли Кому-то интересно Вот В общем-то На этом думаю Все Так что Что-нибудь Жмите Что-нибудь пишите И адьос